привет всем это ганс обзор из серии супра ств лс 40 ст 900 файля на android 4 обзор общего вида функциональности так посмотрим на матрицу матрица как по моим данным как мне кажется это ипс lg хорошую хорошие цвета хорошие углы обзора единственное что спасает моих глазах этот телевизор по сути он является монитором чтобы смотреть это все умная чушня надеюсь плохо по моему мнению плохо реализовано тормаживает лишь на орёт не хватает ему памяти оперативной подставочка обзоры есть пара обзоров по сути один на мобилу на ютюбе мобилы мхо еще один not subray но очень коротенький штамм камеру подключили я пока не подключал камеру ты нафиг не нужно делать это на планшете лучше подставочка сказали в том обзоре стильная она ничего но она дурацкая она не позволяет даже его повернуть как-нибудь вверх вниз но в общем и ладно это не особая проблема на самом деле вот такая подставочка это экономия просто это ну тут он на столе можно покрутить так посмотрим что написано видимая часть 40 называется он все время пишут 40 дюймов пишут 39 40 или 39 хоть бы определились площадь видимой части 4312 сантиметров потребляемая мощность дельная мощность рабочего режима точно не знаю что такое ожидание пол ватта выключен состоянии 0 ватт ну круто выключенном а что может 100 ватт выключен китайцы дайте функции deep чуть даже не смотрел стрим технологии 4 герц потому что это все шигня рекламная здесь сначала не мог никто догадаться здесь выключатель сети такой кнопочкой нормально в общем не помешает от компьютера нам когда остался в таком месте включать не буду динамики вот здесь находится здесь здесь скорее все динамики маленькие паршивые пищащие динамики и они вниз по-дурацки это сделано так здесь датчик инфракрасного сигнала и он плохо реагирует часто приходится на сюда направлять хуже уже всех это в один угол жать такого и 10 лет назад не было кнопочки как обычно не переведены они неудобные когда ты смотришь сюда ты не понимаешь что ты жмешь сделали бы как нормальные производители мониторов делают здесь бы были кнопочки или вот здесь бы что можно было их они в нем и внешний вид не портили такие темненькие зато можно было нажимать или сейчас уже использовать джойстик там отшивилишь здесь меню выскакивает но это дешевый естественно производитель здесь ничего для удобства не предусмотрено защитная пленка наверное нету ее слечу чтобы царапать это в конец так смотрим сзади изготовленного рубеж калининград самом деле как я почитал они в калининграде нет столько заводов они почти что ничего там не делают ясно что материнская плата китайская но даже этого производителя нет они просто привозят наклейку лепят чтобы по в лица срубить там меньше ндс какой-то экономят возит беспошлин на такое вот такой сейчас стиль поклоняться по в лицу воровать в итоге страна не развивается чинуши предприниматель долбаная все это продолжает что тоже вот так вот все смотрят читают до калининграде собираются да просто привезли судно привозит китайская наклейку лепит чтобы сэкономить как я уже сказал так модель ств лси тире лси 40 ст 900 фл прошивка 1 07 которые прошивочка здесь типа номере догадались которые никогда не изменится не делают они в прошивке по планшетам я смотрю электрическим током не открывать не будем открывать нафиг нам открывать сейчас 74 вата но где-то около этого крепление 20 на 40 по моему на стенке ножки закреплены посмотрим и сам корпус пластик не очень как-то маленькими маленькими шурупиками такими разъемы питание так первый сеть 100 мегабит как я понял дальше hdmi вот этот он после сети дальше еще сами разъема не видно они сильно близко к стенке не продумано видите просто упираются но как обычно кривая китайская фигня вга разъем устаревший мега устаревший на секунд здесь нужен не понимаю лак эта идея что меньше там они налогов платят но тут вообще это не причем просто просто прогон какой-то левый ход звука выход звука оптический это реальная чушь потому что ним подключить наушники придется покупать отдельный преобразователь либо с оптическим входом на колонке ресивер это опять же показатель нижайшего класса элементарную фигню не сделать должен был быть чем оптический как будто на ворот но элементарного нету выхода цифрового на самом деле просто что попало то и влепили никто не думал над такими вещами в итоге не подключить выдернул дождями и штуки какие версии неизвестно мы подозреваю 1412 такие версии дальше мини видео это тоже реальная чушь потому что из-за переходничка будет прикупать покупать лишний переходничок 500 рублей могли разнести место предостаточно антенный вход он обычный и не не четко здесь держится просто может вывалиться хотя они новые в по разъем нормальный и штырек нормальный ну вот он может вот так вот выскочить это не дефект этого телевизора сам этот разъем устарел спутниковые как вы увидели делается с накруточкой такой накручивается этой гаечкой прикручивается держится это usb сюда мышь обязательно вставлять начал просто невозможно управлять дальше hdmi mini аудио видео такой тоже маленький штырек сделанный тоже реальная чушь потому что потому что есть место для нормальных штырьков вот она здесь есть слева здесь вот место на вам придется покупать какой-то мега разъемчик разводить разу переходник лишний день тратить из-за этих дурачков блин c и для идентификации вас платных каналов пока тоже нафиг менее нужно смотрите просто через интернет эти каналы что найдете ну или используйте эту штуку чем-то неудобно если сюда вставить и этот модуль по-моему он будет мешать если вы используете будете сразу это использовать как коряу все сделано с декарта желательно тоже и обязательно поставить потому что место мало около 2 гигабайт внутри usb 30 можно подумать что это на ворот но это нафиг не нужно то что я сомневаюсь что здесь такая скорость будет то есть быстрее 30 мегабайт в секунду я еще не проверял проверю обязательно и усб для записи например видео с тюнера здесь она вставлена это работает в другом видео покажу так в основном все так из отверстия отчеты не для вентиляции нет нету их отверстия вот вентиляции берется посмотрим как он греется градусов 40 где-то щена по мне нормальная блестящие